Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Петерина. Меня попросили нарисовать косуку. И я уже заранее подбитывалась к рисунку данного эскиза. А в чем именно? У меня уже созданы тракторные молнии. В Adobe Illustrator нельзя создавать кисти с градиентом, поэтому они у меня созданы в сером цвете. Отрисован пулер на молнии. Здесь может быть что-то фирменное. Отрисована моя фирменная пуговка. Вот у меня ее уменьшенный вариант, который мы будем уже распределять на нашу косуху. Потому что на косухе достаточно большое имеет значение. Это элементы дополнительные, как правило, металлическая фурнитура, металлические молнии и часто бывают металлические клепки. Вот именно это я и подготовила. А сейчас мы с вами будем создавать эскиз. Открываю мой шаблон. Вы можете скачать такой шаблон по ссылочке. Ссылочку оставлю под данным видео. И поскольку у меня косуха, я сейчас уберу лишние детали. Рисовать буду на средних рукавах, соответственно, убираю ручки. И нижняя часть мне тоже не нужна. Мне будет достаточно только верхней. Так, я хочу ее сделать чуть-чуть повыше. Для того, чтобы они у нас разместились. Белая часть. И будем черную косуху делать классического цвета. Хотя можно покрасить тем, каким нужно. Все, блокирую слой с шаблоном. Выбираю цвет рисунка черный. Так, будет у меня перышко. И по водке тут вот так. Теперь пореближаю. Пока мне эта вся фурнитура не нужна. Косуха, несмотря на то, что она закрывается асимметрично. Она внутри все-таки имеет симметрию двух этих передних полотничков. Поэтому это тоже надо учитывать. Здесь важно нарисовать красивую линию. Давайте мы сейчас распределим. Рисовать я в этот раз буду с левой половинки. Нет, не совсем традиционно. Но в данном случае это будет удобнее. Что я сейчас первое нарисую? Я нарисую форму горловины. Дырки, как она будет проходить. Чтобы она у меня была помечена. Соответственно, она вот сюда вот так будет идти. И здесь уже расстегивается. Сейчас в модуль вошел такой больше оверсайз. Косух. Ну, в принципе, они вот как были такие, более грубые кожаные. Мужские. Вот, наверное, они сейчас более актуальные. Давайте будем постепенно ее рисовать. Сразу скажу, я рисую не из чистого, вот прям из головы. У меня перед глазами лежит эскизик, который я перерисовываю. Мне так намного комфортнее. Потому что достаточно сложные изделия. И для того, чтобы и рисовать, и писать видео, я себе, конечно же, сделала подсказку. Поэтому тоже иногда неплохо такое рисовать. Может быть, смотреть на фотографию. Но это помогает. Поэтому не пренебрегайте этим моментом. Я отрисовала, как и что я хочу показать в видео. Как это будет располагаться. Оно не будет 100% повторено так, как у меня. Потому что я рисую на другом шаблоне немножко. И там на рукавах к другому стоять и так далее. Но, в принципе, будет соблюден. Так, теперь у нас с вами вот отсюда будет молния. Мы определяем длину нашей косухи, да, какая она будет. Одно время были укороченные модно. Сейчас модно как бы такого размера оверсайз. Поэтому мы ее не будем приталивать. Мы ее будем делать свободной. Так. Так, и, в принципе, мы можем отсюда ее подтянуть. А сейчас немножечко поправлю линию. Иногда еще у косухи внизу делают ремень. Я его делала без ремня. По задумке, да. Чуть-чуть ее прогнула. Вот чуть-чуть буквально, чтобы была вот эта вот линия. Но не сильно. Так. Теперь немножечко еще расширю плечо. Все-таки эта куртка, она должна быть объемной. Видите, насколько она отходит от фигуры. Это нормально. Так, эта линия у меня вертикальная. Будет подкрайной бачок вот здесь. Небольшой подкрайной бачок. Сейчас мы его разрежем, чтобы он был у нас. Разрезаем инструментовое окно. Обработка контуров. Разрезать. Сейчас разгруппируем. И вот эту часть уберем. Вот у меня получился бачок. Так. Рука. Тоже рисуем его немножечко свободно по посадке. Потому что, ну, иногда под косухи там свитера одевают. Вот так далее. Нужно дать эту свободу. Что у нас будет еще? Еще у нас вот так будет идти кокетка. Сейчас я его неправильно вымеряю. Вот так вот она будет у нас отрезная. Тоже мы ее сейчас разрежем. Эту часть убираем. Переведенное вперед немножечко плечом. Тоже режем. Это все вот детали, которые нужно вам с вами обозначить. Так, что у нас тут? Здесь если ворот наверх встанет, то все будет хорошо. Сам будет занятым цветом. Да. Мы просто вылезли на передний план. Воротник мы вытаскиваем на самый передний план. Он будет лежать сверху и перекрывать все, что там сзади. Смотрим по размеру воротника. Насколько он у нас соответствует. Если нужно, мы его можем увеличить. Помним об этом, да? Что мы можем это корректировать. Так. А что еще у нас с вами будет от строчки? Нарисую сейчас их сразу, потому что они будут симметричными. Я не буду рисовать от строчки уже просто. Но в данном случае они будут по воротнику идти. У косухи много всегда от строчек. И на это надо обращать внимание. И у нас будет от строчки потоньше. Сделаем линии. Соответственно, будет от строчка вот здесь. У данного шва. Здесь будет от строчка. От строчка будет по бачку. Вообще практически все швы прострачиваются. И одно время были модно потертые косухи. Чтобы вот эти места, они были уже такие, как кожа более состарившаяся и хорошо выделялась. Так. Что я сейчас сделаю? Во-первых, задам свет заливки белой. Чтобы у меня была непрозрачность. Просто белой. И сделаю зеркальное отражение. И так, часть, которая у меня получится, должна будет уйти назад. Смотрим. А потом уже будем добавлять дополнительные элементы. Так. Смотрим центральную линию. Раззеркаливаем. И вот все, что у нас получилось. Правой кнопочкой мыши. Монтаж на задний план. Вот у нас вышло вперед. Теперь надо поправить нам вот эту точку. Сделать ее более мягкой. Потому что здесь будет переход молнии. Желательно, чтобы она была более мягкая. Теперь наша задача с вами нарисовать молнию. Смотрите, как она будет интересна у нас идти. Ее нужно будет рисовать не единой линией, а несколькими. Вот здесь вот так вот будет идти еще линия наверх. И это будет линия для молнии. Немножко сейчас я ее назад уберу. Нажимаю control и нажимаю правую скобочку. Или там, где буква H российская расположена. Давайте приблизим. Вот эта часть, вот я сейчас еще одну линию нарисую, чтобы она у меня была. Вот эта часть, она у меня будет состегнутой двойной молнией. То есть вот этот кусочек, это состегнутая двойная молния. Соответственно, выбираю состегнутую двойную молнию. Подберем сейчас размер. Вот. Нужно вот у этой молнии сделать корректировку. Что это у нас конец и начало? Сейчас посмотрим. Вот с той стороны сделала. Можно тогда просто поменять местами. Так, а нет, она не меняется. Хорошо. Сейчас тогда еще раз даю на клик. Вот здесь уберу. Потому что, смотрите, у меня стоит на молнии закрепчик. Вот. Все, она здесь вышла. Теперь куда у нас с вами пойдет молния? Молния пойдет вот сюда. Смотрите, вот здесь по краю будет идти молния. Вот так. Надо обязательно четко попасть. Но не должно оно совпасть. Точка в точку. Нужно, чтобы эти точки находились отдельно. Это должно быть две разные линии. Так, мы можем вот так все стыковать. И теперь поправить кривизну линии. Так. Что нам там нужно? Нам нужна молния, смотрящая вот так в другую сторону. Тоже у нее нужно убрать хвостик. Опять не тут. Сейчас еще раз. Вот этот хвостик убираю. Ну что ж такое-то я не угадываю, не угадываю. Да, вот так. И тоже она будет той же толщины. Мне кажется, здесь надо у нее все-таки добавить одну точку. Поправить. Пунктир мы оставляем. Немножечко вытягиваем линию вот сюда. То есть она же должна быть у нас с самого края. Зубчики, они идут по самому краю. И здесь они должны начинаться вот здесь. То есть половинка как бы молния, она туда идет. И вторая должна уходить вот по этой линии. Вот она наша с вами линия. Так. Сейчас мы уберем тоже хвостик. Да. И тоже 0,25 дадим. Вот она у нас пошла. То есть что мы показали с вами? Мы показали с вами, что у нас есть молния, которая расстегнута, которая вот так вот расходится. Только здесь, по-моему, у меня должны зубчики смотреть в другую сторону. Вот у этой молнии. Вот так. Потому что ее как будто бы расстегнули, а здесь она отогнулась и таким образом выворачивается. Соответственно, вот здесь еще будет у нас линия обязательная. Так, идти. Под молнией тесьма. Должна быть, должна. Вот сейчас мы ее с вами сделаем. Переход. И прямо. Так. Слишком объемно. Немножечко терпения на то, чтобы это все сделать. Мы с вами пошли на более сложные эскизы. И они, конечно же, вот иногда спрашивают стоимость работы, да, сколько времени я на это потрачу. Это будет зависеть от стоимости. Чем сложнее эскиз, тем, соответственно, будет он дороже. Это будет у нас с вами тесеночка. Помещаем ее сейчас назад максимально. Ушла совсем назад. Сейчас мы ее вытащим. И с одной стороны. Улетело все. Так. Раз. Два. Давайте тащить вперед. Вытащили. Вон там молния. Тогда будем. Еще сейчас ее назад, назад, назад. Просто последовательность правильно. Вот. Вот так. Хорошо. Вот такая у нас будет молния. Здесь кривовато. Сейчас немножко поправим. Чтобы было более прямо. По периметру этой штучки должна быть еще и отстрочка. И вот здесь тоже должна быть отстрочка. Такая же тесенка видна. Смотрите, вот здесь. Сейчас мы ее тоже нарисуем. Она не толстая. Это видна тесма, которой пришита молния. Она может быть практически не видна. Она может быть совсем чуточку видна. Но, как правило, она есть. Вот она. Здесь лоночка. Вдоль нее отстрочка. Вдоль нее отстрочка. Соответственно, здесь тоже. Вот здесь. Будет такая большая длинная отстрочка. У нас вылезла вот эта половинка. Надо ее убрать. А, вот здесь вот у нас не получается. Потому что они спорят между собой. Тогда придется вот этот кусочек обрезать. Обрезать его по вот этой линии. Происходит спор. Спор мне этот не нужен. Мне нужно, чтобы она так аккуратно себя взяла. Соответственно, отсюда, досюда. И вот так кусочек должен обрезаться. Такое тоже иногда бывает. Это у нас нереальная жизнь. Это рисунок. И здесь нужно выбирать, чтобы правильно отображался объект. Соответственно, иногда приходится идти на маленькие хитрости. Так, немножечко сейчас я утоплю. Вот, удачу. Так, молнии состыковались с вами. Отстрочку вот здесь я еще не дорисовала. Сюда будет еще одна отстрочка. Вот так. Вот это молнии у нас самый-самый передний план. Надо все перекрывать. Здесь эта строчка есть. И теперь нарисую такой элемент, который буду распространять на все. Сейчас единственное, что сделаю. Смотрите. Вот сюда. У нас уже отрисованный пулер. Сейчас я скажу Ctrl-C. Заблокирую эту сону, которая у меня есть. Ctrl-V. Пулер тоже подгоним по размеру. Сюда его повесим. Мы еще с вами задничек вон там нарисовали. Сейчас все это мы поправим. У таких элементов лучше делать контур потоньше, чтобы они лучше смотрелись. То есть вот здесь вот так у нас это пулером закрывается и застегивается. Что я говорю, что мы не отрисовали. Вот здесь мы с вами не отрисовали. Высоковато немножко эта точка. Сейчас я ее скорректирую. Так. Одна. Вторая. Так. Вот здесь на просвете у нас с вами должна быть спинка. Должна быть рисуем. Она может быть чуть больше по контуру. Не прям попадать в контур. В контур. Главное, чтобы она была больше. Так. Соответственно, мы ее сделаем чуть-чуть темнее. Контуру ей вообще не нужен. И поместим на самый задний план. Монтаж на самый задний план. Здесь у нас перегиб воротника. Я даже думаю, что можно еще снизить воротник. Так. Здесь идет перегиб воротника. Так. Вот. Вот. И все можно разрезать, чтобы она была на месте. Криво. Криво это плохо. Разгруппировать. Так. Сделаем линии. Ой-ой-ой. Так. Монтаж на самый задний план. Все нормально. Вот. Такая штучка. Там еще, скорее всего, у нас будет центральный шовчик. Видя. Вот так. Можно на нем так сильно не акцентироваться. По-тоньше его сделать. Так. Элементы, которые я еще хотела добавить. Это уже пошел декоратив. Но все равно он нам с вами нужен. Именно. Берем, делаем прямоугольничек. Это будут у нас с вами карманы. Теперь вокруг этого прямоугольничек создаем еще один прямоугольничек. Делаем пунктирную линию вокруг него. И по центру рисуем молнию. Это потому что пунктир на 0,25. Даже можно 0,20. А вот такую штучку молнию можно перевернуть кверх ногами. Вот так. Чтобы у нее сверху было чисто. И на нее еще вешаем замочек. Кулер. Вот так. Вот. Это наш с вами кармашек. И, соответственно, сейчас, видите, куда назад ускатился. Некрасивый смартфон монтаж на передний план. Так. Мы все вместе сгруппировываем. И размещаем карманы. Карманы могут быть вертикально. Могут быть с небольшим наклоном. Может быть их несколько. Например, вот так. У нас тоже будет кармашек. Вот это можно. У меня очень красиво получается. Сейчас мы немножко его укоротим по-другому. Просто я выделила нижние точки и укоротила вот сюда. Так. Эти элементы у нас с вами получились. Такие же элементы часто у нас бывают. Где? По низу рукава. Соответственно, переворачиваем. Пулер. Подгруппировываем. Он будет у нас идти вот так вниз. Хотя нет. Давайте мы его так оставим. Но можно сделать, чтобы он еще висел. Вот на рукавах тоже бывают у нас такие штучки. Бывает, что их нету. Бывает, что они есть. Поэтому это не обязательно элемент. Это уже вот декоративность прошла. Но в духе, соответственно, косухи. Так. И еще я хотела сделать ей декоративные клепочки. Вот там у меня есть уже кусочек. Он тоже сгруппированный. Его нужно скопировать с другого слоя. Ctrl-C. Ctrl-V. Сейчас мы подгоним ее по размеру. В моем эскизе по задумке было две клепки. Двух размера. Это будет у нас большая клепочка. Делаем заклепки. Так. А и еще будут у меня малыши. Еще поменьше. Ибо вообще еще тоньше сделать контур. Будет лучше. Сюда сейчас мы их распределим. Я думаю, что у них... Раз, два, три, четыре, пять. Проклепим эти места. За полного края воротника тоже. Дальше. С одной и с другой стороны можно, конечно, создать отдельную кисть, которой проклепывать это, но я сейчас руками это сделаю, но это тоже вполне себе уместно. Здесь по воротнику тоже. Давайте туда их перетащим быстрее способом, через центр. Так, теперь здесь проклепочка. Ну вот это уже чистое декорирование. Просто мне захотелось, чтобы мы увидели, как это декорирование делается. На самом деле, даже если я этого не сделала, ничего страшного не произошло. И тоже их туда. Вот эта кнопочка лишняя. По краю рукава сейчас еще заклепаю. По краю рукава. Можно нарисовать линии, по которым клепки, можно там весь рукав заклепать. То есть это уже вопрос индивидуального дизайна, как вам нравится, как не нравится. Можно создать какую-то авторскую клепку, можно вообще фотографию клепки взять и заклепывать. То есть тут на вкус и цвет все зависит от вашего индивидуального решения. Вот. Вот такая у меня получилась косуха в черно-белом виде. Теперь давайте мы ее сделаем черной. Сейчас вы видите, как это будет смотреться. Тоже зачем я двигала. Вот сейчас мы это все дублируем. Блокируем шаблоны. И мне теперь нужно аккуратненько, во-первых, поменять цвет всех отстрочек на серый. Займет какое-то время, но нужно их аккуратно выбрать. Шифтом я на них щелкаю, чтобы выбрать все-все-все отстрочки. И сделать их. Эти в группе. Сейчас они не получится их выбрать. Сейчас вот таким цветом. В группу будем выбирать инструментом Direct Selection. Они тоже выберутся. Такой цвет. А это вот уже проблема перекраски. Здесь нужно просто аккуратненько эти все эти моменты сделать. чтобы шифт смотрелся красиво. Теперь берем мука. Делаем ему заливку черную. Здесь тоже черную. Черную. Сейчас еще одну хитрость покажу. Черную. Видите, пропадает цвет контур. Тоже это некрасиво. Но мы сейчас это попали. Все что черным. Аккуратненько по элементам все прокрашиваем. Черненьким. Так, вот это можно покрасить темно-серым, почти черным. Вот. Видите, некрасиво смотрится. Поэтому выбираю все основные элементы. Чтобы цвет контура все-таки был. Так, так и так. И дают цвет контура такой же, как и цвет был у меня под строчкой. Тогда у меня будет все красиво. Вот эту внутреннюю часть можно сделать сероватой. Она будет туда назад попадает. Вот, пожалуйста, у меня получилась косуха. По вашему запросу. Вот она в черно-белом. И вот она у меня в сером. С сребряными клевками. С молниями. И со всей красотой у меня есть. Немножко так не покрасила. А я верю. Я справлюсь. Пожалуйста, пишите мне, что вам еще интересно трассовать. Я всегда с радостью это воспринимаю. Рисую и показываю. Имейте ввиду, чем сложнее у вас получается эскиз. Чем больше времени на него тратится. Как рисовать молнии. Как рисовать заклепки. И все остальное. Модель проходим на курсе. Здесь я уже взяла готовые. Как видите, у меня есть библиотеки. Это очень удобно. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые. Обязательно поставьте уведомления на колокольчик, чтобы получать все уведомления о выходе новых видео. На этом все. С вами была Щековская Екатерина. Пока-пока.